...в игру в любую абсолютно. Гамбит всегда нужно держать это в уме. Они же проиграли сегодня в Спектре как раз. На третьей карте против Ликвид. Я думаю, еще воспоминания свежие остались. Тролль, красавчик. Да, хак на нем. 17 похвал за 25 игр. Много хвалит, да, хак? Так, ну что, по линиям отправляются ребятам. Давайте смотрим. Блаблэк в центр, запуленный тангусиками, как и положено. Тайтхантер отправляется на легкую линию. Трепла хардовую. Команды Инфомос, получается. Со Спектрой. Как отреагируют ребята из Гамбит? Да пока никак. Они, в общем-то, ставят свои дефолтные линии. В всяком случае, пока. Попытаются, видимо, надавить на тролля здесь ребята из Инфомос. Погнобить спиридбрекером и скаймагом. Ну, если против даблы будут стоять, то, конечно, Варлоку... Ну, Варлок не сможет с ними хитаться, это факт. Все, что останется сделать в ФНГ, это стоять за троллем под вышкой и кидать на него хил раз за разом. А троллишь, ну, как-нибудь. С помощью топоров, как-нибудь за счет запушенной линии сильно там крипов должен будет добить. Ну, или же Гамбиты постараются свапнуться и поставить сюда в соло бестмастера и отправить тролля в хард. Или, есть еще один вариант, Олда Кулыч останется в харде в сложной, а Эмершн просто перетянется на топ, и это будет трипла против триплы. Короче, есть варианты. Ну, трипла против триплы для Гамбит смотрится неплохо в теории. Может быть, Варлок не самый полезный товарищ, но с другой стороны, нынешние Фоталбонс, начиная даже с первого уровня, уже достаточно полезны. Так что можно там будет переиграть. Все-таки Спектра гораздо слабее, чем тролль в трипле. Давайте посмотрим, как тролль идет. Так, перехватывает Варлока. Ага, ФНГ уже понимает, что здесь что-то не то. Скаймага вижу. Спектр еще тут тоже стоит. Они будут делать ФБ. Посмотрите, как стоят, интересно, Попита вместе со Скиттером. ФНГ выходит за своими крипами. Так. Бивер блочит линию. А вот он, краски из медления. И должны добивать будут. Шадоу Ворд на себя. ФНГ постарается защититься. Удары в спину. Слушай, ну ФНГ таким образом сейчас выиграет очень много времени. Первую пачку тролль спокойно заберет. А может быть, ВНГ и не умрет вовсе. Слово о том, почему мы качаем пассивку, да, на Спирит Брейкере, а не Чардж. А будь там Чардж, вполне бы хватило. Да, баш один раз сработал. Но лишь один. Второго не было. А значит и Варлока убить не получилось. А теперь вот этот Спирит Брейкер с пассивкой будет что-то делать. Терпеть до второго уровня. Потому что без второго уровня он не способен куда-либо прибежать. Ну вот вытягивает крипов Бивер с линии. Сейчас проведет их куда-то под Спектр, чтобы спокойно фармил. Тролли придется справляться под вышкой. Я думаю справится. Топорика, правда, нет. Это неприятно. Но знает Дахак, когда нужно сделать удар по крипу. И сколько урона наносит вышка, чтобы, в общем-то, аккуратно добивать. Посмотрите, видите, ни одного крипа не пропускает. Но умеет Дахак, умеет. Раз, смотрите, этот тоже добьет. Отлично. 7 на 1. Идеальный старт для тролля. Против Триплы, кстати. Против Триплы 7 на 1. По-моему, шикарно. Топорик сейчас себе приобретет. Танго у него имеется. В достатке. Плюс купил себе стики на всякий случай. Потому что спамить Трипла в любом случае. Хорошо, как в миде Афонин же сыграл. Сейчас, прости, что перебил. Он там пробежал сквозь Станли Шрака. Очень хорошо его на замахе так переиграл. И чуть не убил Блэка. Блэку там повезло только потому, что герой быстрее передвигается на четырех ногах. Чем там Блар Ассасин. Действительно, одного удара буквально не хватило под рефракшном. Это же неприятно стоять. Эти все Блэйдс. Под аккуратным углом. Если Афонин же пробивает крип, он пробивает еще одновременно и Блэк. И тому больно. Стан. Опять не попадает. Это что такое-то? На Диаболике есть. Вот это самая неприятная вещь для Темплар Ассасин. Если получается быстро избавиться от крипов, то Афонин же затем теряет очень много здоровья. Диаболики, да, пробивают рефракшн очень быстро, конечно. Поэтому под Диаболики подставляться ни в коем случае нельзя. Опять, смотрите, Блэк пытается вот как раз-таки подгадать эти самые моменты, при которых Темпларка не будет бить. И Пси Блэйдс периодически раз за разом пробивает Блэка. Надо постоянно ХП-реген какую-то таскать. Ну, это вот то, почему, собственно, Темпларка хороша против Лины, против Лешака. Потому что, ну, герои очень мягкие. Для них вот эти удары с Пси Блэйдс, они... Там разгон пошел сверху в Варлока. Ну, и тролля немного задели. В итоге тролля выхиливают. И на этом все. Атака прекратилась. Вообще, линия такая, что Гамбит вполне комфортно стоит даже вдвоем. Да, троллю вступает в спектре, но все-таки 2 в 3 стоять приходится. С другой стороны, это не критично. Тут вопрос, стоит ли Гримстроуку снизу вообще находиться. Потому что Тайтхантер прекрасно себя чувствует так же против Даблы. Они так говорят. 1 на 1 он выиграет, 2 на 1 тоже как-то не особо его гоняют. Ну вот мы видим, напали, да, половины здоровья лишили. Убить получится едва ли. Ну, суть не в этом даже. То есть, они так играют. Гамбиты нам уже во второй раз сегодня показывают на нашей трансляции, что они стараются вот с упорту, который уходит с оффлейнером, дать третий уровень. И когда он получает третий, помнишь, Бейн от FNG тоже самое делал. Пришел только, когда у него появился левел третий. Когда была в 2 вкачанная у него там брейнсап. Вот и Мэршн тоже здесь. Левел 2, вот получит левел третий. Я более чем уверен, что он попробует переместиться на топ и помочь своей команде. Но пока здесь будет забирать экспо. Вот третий уровень получил. И можно уже попытаться помочь на топе. Три манга у него. Надо их как-то тратить. Отключение бы не помешало. Потому что тролль, мы видим, без регена остался. Центр будет у подключения. Там пытаются бить Афонинджи на развороте. Игсвел на себя. И Мэршн идти сюда. Станет урод одного спиритбрейкера. Но за счет строка фейта делает это убийство. 1-0. И Блэк мажет своим станом. Не падает по Мэршн. Но в итоге Афонин же спасается. Ну вот оно, пожалуйста, первое подключение. Товарищи Гримстрока. Только, правда, не на топом перетянулся. А в центр. Куда было нужно перетянуться. И еще инвиз находит. Замечательно. Хоть считай, сколько раз Блэк попадает станами. Но пока все, что я видел. Не знаю, мне уж так везет. Но 4 из 4 он промазал. Конечно, он их больше использовал. Но в этот момент за другими линиями следили. Блэк для меня это как, знаешь... Ладно, Дахак сейчас посмотрим, будут ли его убивать. Тролль снова. Топорики разбросал. Там промахи так просто не убьешь. Очередные топоры, чтобы замедлить скитера. ФНГС отбивается от суппортов. Пока Shadow World на Дахаке висит. Еще повисит какое-то время. Тахак разворачивается. Убивает крипов. Начинает драться с Спектрой. Спектр пока сильнее выглядит. Очередные топоры. Ну и убегает Спектр. И самое главное, что баунтеруны, конечно, на топе заберут. Так вот, Блэк для меня... Боже, они не дадут мне сказать. Они нападают снова на Хастажерот. Они будут убивать его под крипами. Ну, конечно, ты Кракеншелл и Анкор Смэш. Все это есть. Прогибает Скаймак от ФНГ. В итоге от Эдхандера здесь снова будет заживать. Вот. Блэк для меня это игрок, знаешь, который теоретически может исполнить на всех персонажах. Абсолютно. Даже на мипы, я уверен, Блэк сможет сыграть. Ну, просто как он сыграет, да? То есть, насколько он будет хорош, например, его мипа, там, в сравнении с мипа от Абеда или от Вихи, например, да? Насколько хорош его Лешак в сравнении с Лешаком от Мэйби, да? Вот. Сыграть-то теоретически он сможет на всем. На что он сыграет на супер-классном уровне? Вот в чем вопрос. А насколько хорош будет антимаг от Мэйби, как антимаг от Блэка, например? Опа, да. Или Паджик, да? Или Паджик. Снизу снова нападение на Эдхандера. Там главное, что в центре нападают. В центре сейчас на Афонинджа, да? Тут теперь два саппорта. Блэк не промажет станом, попадает под себя по Афонинджу. И там еще и где-то забирает снизу Гримстрок. Это... Кэстажерот он в соло через... Он просто ультанул, да. Отлично. Не всегда качают, даже на шестом уровне Тейтхантера ультимейт. Ну, на линии не приходится. В драках Тейтхантер не участвует очень долго. Вот здесь качал, напали, перенаглели. Пожалуйста, он их победил в одиночку. Но при этом не так много хрипов он убил. И снова на него нападают. 45-я попытка убить Тейтхантера. И, наверное, с нее уже может получиться. Или там... Или нет. Скидрэйкер разгоняется в Акулыча. Они не убили. 10 хп осталось. 10. Карл. И Папит идет до конца через Бульдоз. Уничтожает. Качественно. Я говорю, хастажерос, он просто мстит за все три карты. Вот его бросали, 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 бросали. Он такой, все, ребят, нет сил терпеть. Три карты я мучился. У меня отвратительная КДА. Дайте мне Тейтхантер, я пойду их развалю на легкой. Дайте мне героя, которого сложно убить. Да, да, да. Который не умирает. Который очень сложно убить. Который не Сент Кинг. И ведь здорово получается пока. А, классно, классно. Третий Нетворс. Великолепный экспириенс он получил. Седьмой уровень. Арканы есть. Сейчас вернется на линию и дальше продолжит сбивать Акулыча. Не тянет Бестмастер просто Тейтхантера. А вдвоем тоже не тянут. А это все пассивка. Это все тот самый треклятый Кракеншелл, который все сбрасывает. Нереально пробить. Но по Нетворсу давайте посмотрим. Спектр топ-1. Дальше три героя команды комбиты. Тут Лишак несколько отстает от Темплара Ассасин. Там буквально две сотни разницы по голде. Была. Но вот сейчас она сократилась минимально. В итоге они идут на равных. Тейтхантеров все-таки поменьше. Но тоже опять-таки отставание шестого места от первого по фарму всего лишь пять сотен голды. Поэтому можно считать, что в принципе идут одинаково. Ну и по саппортам там тоже плюс-минус разница минимальная. Поэтому меньше тысячи преимуществ за команды Инфамус. Так, атака пошла. Бивер подставляется. Он тут же перехват от Попиты. Точнее просто переезд соперника через чардж. А так это не помешало Бивера все-таки забрать. Попиту нужно убегать. Снова тот самый скиллбилд через макшенный бульдоз. Быстро бегает. И не остановить. Так, в центре Афонин же уже уровень восемь получил. И постоянно смещается в лес. Фармит там. Тоже очень быстро с пачкой разбирается крипов. И за счет этого Темплор Ассасин всегда, конечно, держит свой фарм очень высоко относительно других героев. Я думаю, и Спектру обгонит рано или поздно. Спектра в любом случае быстро фармить начинает, ну, наверное, только с появлением какого-то большого артефакта. Если не Рейденс, то хотя бы Монта Стайл. Быстрее перемещаться. Добьют ли МРшна? С паком на паком. Прячется. Попита нашел такие. Конкаси в шот. Добей. Добил Попита. Хорош. Кримстрока зажали, убили. Не было никакой компенсации здесь. Не перетягивались ребята из Гамбит, чтобы отомстить за своего саппорта. Стараться кого-то в ответ забрать. Потому что очень глубоко зашли Инфомос. Там при стоящей Тир-1 вышки. Они зашли уже куда-то по периметру чуть ли не к Тир-2. Но, опять же, ТП не было. Просто фармит. Пока это Хак на своей линии стоит. И Темпларка там защищает леса. Так. ФНГ в спину. На Скитера могут убить. Свелл. Саленс. Пошел. И даже Хаунд не дать. Бедняжка Скитер погибает. Но Спектр хороший ганг. Очень нужный. Чтобы хоть как-то Инфомос разбавили тот экшен, который они устраивают снизу и в центре. Чтобы, может быть, пришли на помощь к Спектре. Потому что у той и так было все здорово. И остальные линии не проигрываются. Сейчас, возможно, заставят кого-то перетянуться наверх. Спиритбрейкер. Побежал. Бежал на тролля. Да, Хак. Теперь он об этом знает. И попробует его здесь забрать. Есть Хаунд. И как же мы больно тролли. Тут под Сайленцем не успел ни одной кнопки нажать. Хотя ультимейта у него в любом случае не было. Дальше погоня за иммершином. Он просто его хилит. Здесь есть Шрайн. Но будет ли он его использовать? Нет, не будет. Минус 2. Гамбиты, конечно, наглецы. Пошли. 4 баунтируны забрали перед носом у соперника. Но в итоге двух героев потеряли из-за этого, правда. Атака теперь на Афонинже в центр. Афонинже. Ой, как гран смерть. Там встречается. Да, сразу же Сайленц. Перед брейкер разгон. Стан от Блэка. Четко диаболики. Все работает. И пульс снова должен. Стараться до конца здесь нужно. Афонинже обязательно. Он, скорее всего, не уйдет. Хотя включает рефракшн. Теперь развернуться и на Блэка. Здесь ревейдж. И тролля убили. Приходит Акулыч. Убивает лишь Рока. Дальше погоня за Тайтхантером. Тайтхантер без маны. Тайтхантер замедлен. Тайтхантеру очень больно от Афонинже. Мэлт уже второго, третьего, прошу прощения, уровня. Такой урон он выдержать был не в состоянии. Чудо. Но действительно, Тэмпларка выжила. Три героя вплотную подходили, атаковали Тэмпларку. Она смогла отойти там. Конечно, здорово. Дахак на сейве сыграл. То есть он так самопожертвовался, что побежал вперед спасать Тэмпларку. Размениваться. Итоги его убили. Но Тэмпларка выжила. Развели на реведж. Она еще развернулась. Убили Тайтхантера. То есть очень неплохо получилось для комбита. Если я ничего не перепутал, там был следующий момент. Перед разгоном Спиритбрейкера Лишрак не включил Диаболик. Он Диаболик начал использовать только... Его не было. По-моему, был, но после того, как он застанил. То есть как много ты времени теряешь, и как долго ты сбиваешь рефракшн таким образом. Если бы он изначально прожил Диаболик, потом бы пошел следом за Спиритбрейкером, мне кажется, у Фонинже бы не было шансов выжить. Либо ультимейт хотя бы. Но этого тоже не было. То есть просто голыми руками и Станом они пытались сбивать рефракшн. Этого недостаточно. Я вот подмечу, что Дахак тоже без ультимейта был на седьмом уровне. На восьмом сейчас прокачал. Потому что два момента, где Дахак мог бы жить за счет ульты. Когда убивали на руне, и когда убивали в центре. Сейчас атака пошла на Спиритбрейкера. Заходит, убивает. Снова Фотом Эмбрейс. Это Мершина здорово работает. Гашем откинулся Хастажерот. Он... Надо, наверное, ему отойти. Потому что четыре героя здесь орудуют. Команда Гамбит и будут... Сейчас разрушай Тавар. Да, Тавар будет уничтожен. И Гамбит знают, что сейчас они сильнее. Потому что там ревейджа нет. А голем у них есть. И Рор с небольшим кулдауном. Он тоже, как правило, есть почти всегда. И вот эта слабость Инфамас. Они от ревейджа гораздо больше зависят, чем Гамбит, например, от голема сейчас. Плюс, конечно же, наличие Владмера на команду. Довольно раннего адмисмастера. Тоже позволяет им идти вперед. Принимать командные сражения. Потому что и брони много, и дэмэджи побольше явных. И Стажерот на замедление. Два кабана грызут, еще и Саленс повесили. Праймал Рор туда же. Ну, все, это Стажерот, конечно, не скинет. С им Кракен Шеллом. В итоге погибает. Тайт Хантер. Вот он и Рор использованный, пожалуйста. И сразу Тир-2 можно забирать. А Фонинджи в центре. Очередной выход под Мистик Флэр. В этот раз Незер Страйкс. Выживет для Фонинджи. Снова рефракшн. Удар еще и по Попите. Драться до конца. Решилон, Солбайн есть. Надо добить чем-то по Питу. Залетают Топоры от Дахака. Но никто не пойдет под Блэка. Туда под эту пульс. Но в Диаболике не хочется. Но в итоге Томпарку спасти не удалось. Ганг от команды InfoMS был приличный. Стянулись персонажи Гамбит снизу. И Тир-2 тоже не разрушили, мы видим. Хотя могли. Да, они решили пойти на помощь своему мидеру. По итогу и не снесли, и не спасли. И забыли про Спектру. Которая все это время фармит сверху. И там уже 2500. Радианс. Это очень неприятная вещь для Томплора Ассасин. В первую очередь. Да, там появится Блэкинг Бар. Но появится он только после Дезолятора. Ну, кстати, очень много минус армора. Таким образом получится у Гамбит. Потому что медалька есть у Бестмастера. Рошана команда способна будет убить очень быстро. И Спектра, если ее зафокусить, она не станет проблемой. Пока не купит артефакты на выживаемость. Потому что... Ну, сколько там? От медальки ты снимаешь минус 7. Плюс Дезолятор и Мелт. Двадцатка получается. Ну да. Там и героям команды InfoMS будет тяжело. И собственно Рошану тоже будет трудно. Но на силу Томпларки. Ничего не поделать. Атакуют по Тир-2. Прямо в наглу Гамбиты забыгрызают. А как пошел это вперед? Хастажирует он. Получает снова Саленс. Акулыч не стал в этот раз Праймал Рором помогать своей команде, чтобы пытаться снова убить Тайда. У Тайда есть реведж. Решили не рисковать. Но вышку забрали. Тир-2 вышку. Вот так рано, на 15-й минуте, когда уничтожается. Это прям в пульс для команды Гамбит. Потому что можно расставить хорошие варды. Там развесить ястребов. И собственно просто владеть чужим лесом полностью. Ну и соответственно сокращается площадь фарма команды InfoMS. Так в той же Спектре, например, будет тяжело. Ну видите, Скиттер где бегает. Вот там ему фармить явно не хотелось бы. Ему хотелось бы фармить нижнюю линию. Нижняя линия была под контролем команды Гамбит. Он уходит в чужой лес. Там тоже неприятно. Там может быть какой-то варты, его могут там убить. Создается определенные трудности. Хастажирует. Там InfoMS в спину хотят зайти. Тайдхантер просто пойдет в лоб ультовать. А три героя попробуют зайти сзади. И попробуют напасть на Афонинжи. Великолепно. Где реведж? Вот он реведж. Уступляет лишь две цели, по-моему. Или три. Три. И Мэршина также цепанули. Прошу прощения. Голем ответный. Неплохо. Гамбит. Эрор туда же пошел. И Сайленс на двух героях. И Гамбит возвращается в эту драку. Убивает очень быстро двух людей. Теперь Блэк как-то зафокусит. Здесь Голем его бил. Пошел его бить до хак. Блэк пытается жить. Пытается ФНЖ как-то зафокусить. Не получается. И после байбэка от Гамбита они выиграли этот файт. Несмотря на то, что Инфомас поражали все свои кнопки. Абсолютно. И моментальный Рошан для Гамбит. За которого уже не побороться. Еще и руну забрать. Успел. Успел ФНГ нажать на баунти. Момент в чем? Момент в том, что ребята из Инфомас за эти кнопки. За Хаунд и за Реведж. Смогли зафокусить только тролли. Их было на фокус направлено, чтобы бить тролля до ультимейта. Они это сделали. Но Гримстрока не добили. Гримстрок дал Солбайнд. Бестмастера не обезвредили. Бестмастер дал Праймал Рор в Солбайнд. Гримстрок успел дать еще и Фантом Эмбрейс в Солбайнд. То есть все, Солбайнд залетело. Тролль сделал байбэк. Это все еще под голема, под Фатал Баунс. И все. Команда Инфомас просто рассыпалась. Соответственно, конечно, за вот эти вот супер дорогие кнопки. За Хаунд, за Реведж. Нужно убивать не одного героя. Нужно убивать двух персонажей. Желательно трех вообще. Одного тролля это недостаточно. Поэтому, конечно, после байбэка тролля тут вообще шансов не осталось. Плюс ко всему еще и Рошану забрали, Гамбит. Оказались по итогу в плюсе. При этом тролль пока фармит медленнее, чем Спектра. У той подмечаем, что уже есть почти 3800. Без десятка голды. И вот они, деньги. На Сакрит Релик. Не сумели Гамбит остановить. Да Хак. Мистик Флэр ультимейта нет. Назер Страйк. Выталкивают из-под Мистик Флэр. Это тут тоже плохо работает. Когда ты выталкиваешь с каких-то точечных способностей. Это прям, ммм, на Спирит Брейкере неприятно. И на момент, когда ты просто желаешь, чтобы у тебя сработал баш лишний раз, да, чтобы добить соперника. А в другой раз ты думаешь, блин, лишь бы я лишний раз не забашил, потому что спасу оппонента. Вот так и произошло. Но уже не первый раз мы наблюдаем, когда просто выталкивается из-под Мистик Флэр персонаж. И герой недополучает урона. Ну и Тролль, за счет того, что выжил, покупает себе Дефюжил Блейдс. Первым айтемом. И вместе с Темпларкой, которая Аегис и Дезолятор уже имеется, есть 2 700 сверху, будут проходиться по верхней линии. Там Рэйвэдж, правда, появился, но нет еще Хаунт 26 секунд. Ну и самое главное, конечно, Инфомос без Радионса не захотят там удраться. В смоках Гамбит выходит. На поиски Блэка было бы идеально перехватить. Блэк уходит, он очень быстро передвигается, он возвращается. И теперь его видно, и теперь здесь Акулыч. Блэк ошибся. Ну точно его здесь никто не отпустит. И дальше можно продолжать. Любой минус сейчас для Гамбит выгоден. Инфомос урешает. Не терутся в меньшинстве. Это тот момент, когда ты вроде бы избежал смерти, но решил все-таки вернуться и посмотреть, а правильно ли я избежал смерти или неправильно. Такой хоп, скачок опять влево, в район центр и ловит Праймал Рор. Неприятная смерть, да. Все-таки это Лешак не саппорт, надо иметь в виду, что это мид-герой. И каждая такая смерть от мид-персонажа болезненно. Отзывается на всех игроках команды Инфомос. На самой команде. Что у Инфомос есть все, снова. Есть все, кроме... А, и Радианс есть. Ну тогда тем более. Это ли не повод посражаться за свою-то вышку? Гамбит очень хотят ее забрать. Ну им заняться больше нечем на карте. У них есть Аегис, им хочется подраться с ним. Тедхантер просто на передовой готовится снова зайти в лоб и ультануть. Пока не начинает атаку команда Инфомос. Потеряли все внешние строения. Гамбиты в целом могут и отойти. Дахак нападает сверху на скитера. Просто пошел его бить в соло. Однако получает уже разгон от спиритбрейкера. И как бы здесь Дахака не оставили. Он-то без Аегиса. И вот он Хаунд. Там параллельно драка чуть ниже начинает разворачиваться. И где Тайдханг? Вот он заходит. И хорошо ультует по-троим. Будет ли урон, чтобы хоть кого-то зафокусить? И ФНГ успевает выпустить своего голема. Начинает сфокусить команду Инфомос. Убивают уже Скаймага. Убивают спиритбрейкера. Без саппорта. Постаются Инфомос. Дальше Тайдхантер также отправляется отдыхать. И минус Лешрак. Как же легко все снова получилось. Никого не успевают убить. Где урон у Инфомос? Я не вижу его. Так его и нет. И скитер туда же. Они не дамажат. Да, это минус спектра. Это минус пять в размере одного Варлока. То есть начинается драка. Они дают реведж. Потому что увидели Солбайнд. Но Солбайнд действует настолько долго. Что реведж прошел. Ребята из Тана вышли. Ребята из Гамбит. Я имею ввиду. Нажали и Праймал Рор. И все остальные нюки просто попрожимали. И убили соперника. То есть за реведж опять. За Хаунд. Нет убийства. Толком. Одного Варлока убили. Этого очень мало. Ну и теперь погибает и верхняя линия. Полностью. И будут уничтожать. Голем еще сохранился. Кстати говоря. В одной из драк. Где голем был сброшен. ФНГ. Голема быстро уничтожили. Здесь он еще есть. Еще бегает. Он еще много неприятного тут делает. Ну и верхняя линия была уничтожена. Гамбиты отходят. Имея преимущество 10 тысяч уже. На 21 минуте. И очень близки к тому. Чтобы завершить серию. В свою пользу счетом 0-2. 0-2-0. Как удобно. 12 тысяч. Ведут Гамбит. Очень приличная сумма. Эта игра складывается снова. Еще проще для них. Вспоминаем. Да. Так же. Как инфо. Мы сыграли против ЕГЭ. Первую пободались. Где-то там. Исполняли очень хорошо. На второй. Их уничтожили. Здесь. В этой серии. Происходит. Абсолютно то же самое. На первой карте. Было очень много хороших действий. Когда они там. Разводили команду Гамбит. Сейчас. Не получается ничего. Ну а Гамбиты тут дальше. В атаку. Они знают. Что Хаунта нет. Они знают. Что Рэвэйджа нет. И не будет их еще. В районе 40 секунд. Вагон времени. Учитывая. Изолятор на Templar Assassin. Можно и поковырять. Т3. Либо можно отойти. Либо сделать вид. Что вы отходите. И кого-то подловить. В идеале. Конечно. Вот этого товарища. Который снизу. Фармит. Ни о чем не подозревая. За ним долго гнаться. Скиттер попробовал. Побегать от тролля. У него это получилось сделать. Тролль не убил скиттера. Когда в соло он напал. Так. Ну. Зафиксировались на базе Infamous. Что остается-то? Выйти из базы страшно. Хаунта нет. Пока Рэвэйджа тоже нет. Вот они сейчас буквально через 10 секунд появятся. Эти способности. А соперник. Ну вот нет проблесков. Да. То есть. Можно было бы пойти сейчас. И провести какую-то хорошую драку. Но с другой стороны. Вы в таких же условиях. Только что-то подрались. И у вас ничего не получилось. Где гарантия того. Что у вас получится лучше в следующей драке? У вас не появилось новых артефактов. Каких-то. Да. Вы не заработали себе какие-то необходимые левела. Не взяли нужные таланты. Вы проиграли драку вчистую. В такой же ситуации находится прямо сейчас. Хаунт пошел. Давайте посмотрим. Пытаются убить снова Soulbind. Успел дать Emersion. Погибает. После этого есть Ravage. Пытаются ФНГ запкусить голема. Сбросил. Войны и Fatal Bounce. Дальше Primal Roar полетел. Минус Лишака. Блэка уничтожили очень быстро. Падут еще и Sky Mag. Теперь атака пошла по Спектре. Воюет Ахак. Ой. Смелд удар от Афониджа под Дизолем. Очень больно. Блэк делает байбэк. Спектра сидит в таверне. Байбэк у нее имеет. Стратить она его не хочет. Хаунта все равно нет. Попита делает ТП. Ну и Афониджа с двух ударов. Это ТП прерывает. Байбэки пошли. Колоссальный урон наносит. Темплар Ассасин. Просто уничтожает с двух тычек любого героя. Спектра это не Спектра, Тайтхантер, не Тайтхантер. Неважно. Просто два удара. Особенно если успевает Бестмастер там Солар Крест повесить. Очень мощно. Очень мощно отыгрывают ребята из Гамбит. Теперь еще и центральную линию пытается снести. После байбэков Попита врывается. Пытается прогнать соперника от своей базы. Уходите. Говорит, уходите. Дайте нам еще пожить в рамках данной серии. Энкор Смэш. По Афониджу есть Рефракшн. БКБ через 20. Надо спасти. Как-то Блинкаут успевает сделать. Вот неплохо. Да как, правда, под Сайленс подставляется. Есть трэпы. Можно подорвать. Строку Фейс на замедление на Хэстажиро. Тянут разворачивается. Получает Сайленс. Удар о спину от Афониджа. Он разворачивается. Еще одно замедление стрэпов. Строку Фейс. Еще удары от Афониджа. И это минус Тайтхантер. Просто в спину заклевали его. Блэка тоже замедлил. Блэк поднял себя в Юл. И скорее всего погибнет там. Чарж неплохой был от Попита. Но все равно дэмиджа хватает. Минус Блэк. Минус Попита. И Скиттер тоже подставляется. Гуд гейм был плей. 24 минуты потребовалось во второй карте команде Гамбит. Чтобы переиграть соперника. Итоговый счет. 2-0. Отличная серия в исполнении Гамбит. Продолжение следует.